Добрый день, меня зовут Анна. В этом фильме я хочу представить вам основные возможности системы Visa Call IP компании Shrax Akonet. Я покажу вам простые и удобные способы использования системы, которые помогут вам в вашей ежедневной работе. Вы можете посмотреть как весь фильм, так и отдельные разделы, выбрав наиболее важные для вас. Терминал дежурной сестры находится на сестринском посту. Чтобы активировать дисплей, необходимо поднять трубку, либо провести по дисплею. При входящем вызове дисплей автоматически переключается на список вызовов. Вы можете определить типы места вызова по появившимся символу и надписи. Чтобы ответить на звонок, поднимите трубку и нажмите на строку вызова на экране. Это Анна. Это позволит вам установить голосовую связь с вызывающим пациентом. Если вы находитесь в палате пациента, примите вызов, нажав на кнопку со знаком вопроса на палатном терминале. Теперь вы можете поговорить с пациентом. Это Анна. Чем могу вам помочь? Ответ на вызов автоматически сбрасывает его. Вы можете закончить разговор, нажав на этот символ на терминале поста или повторно нажав кнопку со знаком вопроса на палатном терминале. Если вы хотите посетить пациента позже, вы можете оставить себе напоминание на терминале дежурной медсестры или на терминале в палате. Для этого просто нажмите на одну из кнопок напоминания на терминале дежурной медсестры или на одну из кнопок присутствия на палатном терминале. В обоих случаях разговор заканчивается, и в коридоре у входа в палату начинает мигать сигнал присутствия. Теперь я покажу вам основные функции пульта пациента. Пациент может вызвать медсестру, нажав на красную кнопку вызова в верхней части пульта. Кнопка сервисного вызова может быть использована, например, для заказа чая или кофе. Для функции телефона нажмите эту кнопку. Телевизор можно включить и выключить здесь. Выбор программы осуществляется с помощью цифровой клавиатуры. Просмотр телетекста включается этой кнопкой. Аналогично включается и радио. Выбор каналов радиостанций осуществляется с помощью цифровой клавиатуры. Звук радио и ТВ можно слушать, держа пульт в руке или установив его в держатель на стене. В этом случае громкость автоматически увеличивается. К пульту можно подключить стандартные наушники для индивидуального прослушивания. С пульта также можно управлять общим освещением и лампой для чтения. Кроме того, вы можете управлять и другими устройствами, например, жалюзи. Пациент может вызвать медсестру из санузла с помощью шнурового устройства или кнопки вызова. В зависимости от настроек вашей системы, вызов из санузла можно снять в палате или непосредственно в санузле, нажав зеленую кнопку сброса. Далее я покажу вам все функции палатного терминала. Три кнопки присутствия позволяют любому персоналу отмечать свое присутствие в палате. При нажатии кнопки присутствия в этой палате сбрасываются все вызовы. Зеленая кнопка предназначена для медсестер, желтая кнопка – для обслуживающего персонала, а синяя кнопка – для врачей. Две круглые кнопки справа предназначены для особых типов вызовов. При зеленом сигнале присутствия вы можете активировать срочный вызов с помощью красной кнопки, а вызов доктора – с помощью синей. Реанимационный вызов вы можете послать в два этапа – нажатием желтой кнопки присутствия и последующим нажатием синей кнопки вызова. Если присутствие не установлено, то при нажатии красной кнопки поступит обычный вызов. Установив присутствие в палате, на дисплее вы увидите все ожидающие вызовы с других палат с обозначением типа и места вызова. В зависимости от типа вызова вы услышите соответствующий акустический сигнал на терминале. Вы можете ответить на входящий вызов из другой палаты нажатием на кнопку «Знак вопроса». Если технической возможности установить голосовую связь с пациентом нет, то вы получите соответствующее уведомление. Такой вызов можно отменить, только посетив место вызова лично. Во время разговора вы можете установить напоминание для персонала, повторно нажав кнопку «Присутствие». Это также завершит разговор. Если вы хотите завершить разговор без установки напоминания, нажмите кнопку со знаком вопроса. Кнопки справа от дисплея обеспечивают различные функции, такие как просмотр списка всех активных вызовов, управление радио, а также настройку дисплея и громкости. С помощью палатного терминала вы можете делать голосовые объявления по отделению. В зависимости от того, какая кнопка «Присутствие» нажата, объявление услышат в тех помещениях, где установлено такое же присутствие. Зеленая кнопка для медсестер в других палатах, синяя для врачей, зеленая и синяя одновременно – объявление всему персоналу отделения. Для объявления нажмите и держите кнопку со знаком вопроса. «Мария, пожалуйста, подойдите на пост» и завершите объявление, отпустив кнопку. Если присутствие не установлено, объявление будет передано всем палатам отделения. Если кабель пульта пациента был случайно выдернут из розетки, то в целях безопасности персоналу немедленно поступает сигнал отсоединения. После переподключения кабеля, пожалуйста, подождите, пока не начнет мигать красный световой сигнал на пульте. Затем нажмите на кнопку «Один раз», чтобы активировать пульт. Световой сигнал отключится, и устройство снова готово к использованию. Чтобы отключить пульт принудительно, например, если койка освободилась, нажмите и удерживайте кнопку присутствия в течение трех секунд. Даже если в вашем отделении установлены устройства без функции голосовой связи, вызовы точно так же будут приходить на терминал поста и на палатные терминалы. Вы получите информацию, из какой палаты поступил вызов, но вам необходимо будет лично посетить место вызова, так как установить голосовую связь нет возможности. Для лучшего понимания мы еще раз рассмотрим самые важные функции терминала дежурной медсестры. Дисплей терминала разделен на четыре основные части. Информационная строка, навигация по спискам, область отображения списков, функциональная область. Короткое нажатие на одну из четырех кнопок открывает соответствующий список. Основной список вызовов отображает все текущие вызовы в порядке срочности. Самый важный текущий вызов всегда отображается сверху. Вторая кнопка открывает список установленных напоминаний. Третья кнопка отображает информацию о присутствии медперсонала в помещениях. Последняя кнопка отображает различные системные сообщения. Если вы выбрали одну из вкладок, вы можете вернуться к полному списку палат, нажав на вкладку «Еще раз». Вы можете принять входящий вызов, сняв трубку или проведя по дисплею, и затем нажав на один из входящих вызовов из списка. Установить напоминания можно нажатием на одну из кнопок напоминаний. Вызвать коллег на помощь вы можете, нажав на одну из кнопок вызова. Чтобы остановить голосовую связь с определенным пациентом, сначала откройте список палат путем двойного нажатия на одну из кнопок. Выберите палату из списка, нажав на соответствующую строку. Теперь вы можете позвонить на нужный вам пульт пациента, выбрав одну из коек в списке. Голосовые объявления можно делать, подняв трубку или с использования микрофона. Для трансляции объявления есть четыре варианта. Начните говорить объявление, нажав необходимую кнопку, и завершите его, нажав на кнопку окончания разговора. На терминале поста вы также можете установить свое присутствие. После разблокировки дисплея установите ваше присутствие, нажав на соответствующую кнопку. Если вы дважды нажмете на кнопку, то увидите обзор всего отделения. Вы также можете использовать терминал поста, как обычный телефон. Для этого нажмите на кнопку с символом телефона дисплея и наберите нужный вам номер. Чтобы завершить звонок, вы можете использовать кнопку «Завершить вызов». Терминал дежурной медсестры имеет ряд полезных дополнительных функций. Для управления вызовами соседнего отделения используйте функцию объединения отделений. Для этого нажмите соответствующую кнопку и выберите присоединяемое отделение списка. В ночное время можно использовать функцию централизации. Тогда звуковые и световые сигналы в палатах отключаются, и все вызовы отображаются только на посту. Для включения ночного режима нажмите кнопку «Подтвердить». Если в списке больше информации, чем может быть отображено на экране, проведите по дисплею для прокрутки вниз. Для того, чтобы установить необходимую вам громкость сигналов и звука, нажмите кнопку «Громкость». Вы можете отдельно регулировать громкость для различных функций, проведя пальцем по шкале. Чтобы послушать радио, нажмите кнопку «Радио» и выберите станцию списка. Я желаю вам успеха в работе с системой Visa.co.IP. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!